Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня, грешим, помилуй. Очи всех на тебя, Господи, уповай, ты даешь им пищу во благовремени, и отверзай, что ты исчезну руку, ты исполняешь всякое животное благоводрение. Слава, цели, цели, святому духу, не пресно, и моля тебе Бога. Аминь. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. И благословяя святи Давиду, и Словом истинной молитвы. Аминь. У нас сегодня 21-го. Завтра будет памятная дата. Куда пошла? Встань на место, никуда не ходи. Без завтрака оставишь. Вот одну минуту не может вот так ее дергать, какая-то сила. Совершенный говорит, я кошке скажу, больше пользы, чем тебе. Так, внимание, слушай. У нас определенное правило, которое нарушать никому не разрешается. Если нарушает, значит, кто-то должен нести ущерб, платить за это. Детей, которые мочатся под себя ночью, в уставе одно, просто указанную, или бесновато, падает, луня. Таким мы не берем, нам некогда заниматься. Это лагерь был неоздоровительный, трудовой. А почему дети мочатся? Причина разная. Бывает по наследству. Мать такая же была мужчина с под себя до 15 лет. Товер. Нет ограничения во влаге. Пьют сколько хотят. Дальше прыгают. Много. А то, чем я, допусти руку. У тебя мочи никогда доброй нету, пока не научишься молиться. Ты не молишься совсем. И вот теперь смотрим, что получается. Прихожу, одеяло. Что? Мокрое. А оно не мокрое, а влажное. Я с одеялом впитал, оно теперь влажное. Как будто что-то меняется. Моща. Одеяло синтепоновое. Подаренное. Много лет. Приезжает, кажется, своим одеялом. А когда холодно, тогда даю. А вот это одеяло, которое привозят, байковые летние. Им это не надо. Теплое-то. А именно и теплое. Почему без одеяла приехали? Путевка нарушена. Значит, дать то, что можно. Сегодня можно раздевшись спать с одной простыней. Дальше. Сделана сетка от кабаров. Дверь не открывать. Прихожу. Дверь настиж. Вообразить даже нельзя. Как же вы спать-то ночь будете, когда комары на улице? Притом отдельно раз сделал замещание. Прихожу на завтра, опять дверь открыта. Но не может человек быть таким дурным. У него ума не хватит. Значит, кто-то руководит его руками во зло ему. А я не могу, у меня комары заели. Она была одна открыла. Я ей сказал, выходи, все не спи там. Она как поспала, пришла. Ой, там хорошо, воздух чистый, но кусает сильно. Зачем дверь открывала? Сетка есть. Идет, дрова несет, сунул, порвал сетку. Починять будет? Нет, не будет. Зачем? Мы же колхозное. Все вокруг народное. Все колхозное, все мое. Они вот такие вот и растут, как оголыши. Понятно? Сегодня проверить. У кого если это было здесь, переходить на нижний этаж, одеяло эти убрать, дать что-то еще один раз, и бабе Наде поговорить, чтобы она приняла к себе. Ночью поднимать. Ну а что бы у нас было-то? Все одеяло перессатое. У нас была еще лучше одна умница. Не пошла оправляться, прям по тяжелому. Оправилась на одеяле, сидит и ладонью разглаживает. А девчонке 12 лет. И кем она выросла? Шлюхой. Шаловкой. Шалашовка, говорит, везде шарится. Ни семьи, ничего нету. А почему? Семья половина. Отец неверующая, мать верующая. А мать еще и, говорит, голос скандальный, интонация. Это все, это фиксируется. Вам понятно? Не то, что я хочу этого, потому что за нами люди приедут. И почему я твою мочу даже теперь как карту подносить и укрывать ее? Разобраться. Второе. Дети растут, их надо ущить. Не ущит. Кто посылал за луком их сегодня? Я. Так. Ты видел, как они рвут? Нет. Нет. Вон, ответ какой. А почему ты не пошел здесь всего-то 30 шагов? Почему не показал им, как рвать лук? Потому что... Она первым делом рвет почему-то в землю, все. И то, что она где бралась, вес лук в земле. И далее. Рвет не где лук, а вот чеснок, где только посажен. Она его с корнем вырывает. Я показал Ульяне, она стоит рядом. Она это не знает. Я говорю, смотри. Она сразу... Смотри, как рвать надо. Она... Человек такой. Кто мы... Что мы знаем про этих людей? В каком виде они защиты? Что у них в мозгах? Это сам... Один раз показал, она сразу. Значит, вот он растет кустик. Его надо придержать, как горох. А этот пальцем отщипнуть. Не рвать. Она берет, ее руками вывергивает с корнем. Для этого садили, чтобы послать ребенка? Он не знает. Я с ней начинал. Она не понимает. Тесто подбел второй раз. Кое-как. Не может отщипнуть никак. Ей надо рвануть, оторвать с корнем, убежать. Ей разницы никакой нет. Что здесь будет? Будет завтра этот дом? Не будет. Будет этот Владимир Иванович рядом, как... Никого нету? А она сейчас удовлетворяет прихоти. Вот у нас здесь приезжали. Он показывает себя верующим. Мать верующая. Трое ребятишек. Два пацаненка и девчонка. И вот понимаешь, я не хочу это думать, но так получается. Мы пошли. Пособирать ягоды. Обратно идем. Ну идите, рядом родители. Нет, они бегут вперед. Остановитесь. Они бегут вперед. Здоровые, крепкие ребятишки. И в каждый двор забегают и прячутся. Как бессинета какие-то. И что получилось? Мать бежала от них. За границу, чтобы дети не достали. От детей, родных, убежать за границу. А дети остались одними. Произвол судьбы. Чем он занимается? Он научился печатать. И печатает деньги. И с этими деньгами вышел. Сразу же его захватили. Единственное, что спасло, что у него написано, что он дурак. Идиот. Мы покрутили, повертели, шизопренник и все. Я не называю фамилией ничего. Я могу всех их назвать. Второй. Второй. Вроде бы парень что-то соображает. Где-то, где-то. Я встречаю его по Кровскому собору. А я в этом году воров. Прошел год, второй не умирает. Здоровый, крепкий парень. Ни один не работает нигде. Они уехали с собой, забрали девчонку. Я дальнейший участь не знаю. Девчонка хорошая. Хорошая. Но какое она умеет делать, делать. И что-то там в компьютерах. Но они взяли с собой еще один родился. Вот какое дело. И тебе никто не поможет, Златоуст. Говорит, если ты сам себе не поможешь. Ни я, ни Бог. Вот это вот обнимание кончить. Больше дяди Володи не подходи близко. Накажу за это дело. Она глаза закатывает. И он не нужен. Она никого не знает. Ей надо прыгать, скакать. Он даже минуту сказал. Сейчас звонок стоит. Обернулся, она уже вот здесь вот крутится. Вот так волчком. Полминуты она не может стоять. А вы садите-ка. Она идет в школу. Ей отдельный класс не будет. Это не дети олигархов. Дети сидят, а она крутится. Учительница сделала замещание. Так, дети, не пойдете, пока не заучите. Из-за тебя, из-за тебя. Тебя испинают. Волосы выдержат тебя. Ученики жестокие. Они будут пинобить тебя. Ты умрешь там. По-твоему, нигде не будет. Поэтому настраивайся, что жизнь эта дана для всех. В равной степени можно войти в нее. Дайте занятия. До обеда, чтобы работали. По травинке собернайте. Щепочки. Мы под присмотром. Она сразу же как-то начинает щепочкой кидать. Только отвернули, бак полный. Воду берем стереться. Они щепу напустили, то полностью все. С грязью. Все, там уже вода. То есть на одну минуту нельзя ставить. Она в чашку может что-то сделать. Поэтому у нас спрос сам взрослый. Почему мы не смотрим за детьми? У меня в среднем в лагере было 108-109 человек каждый год. Сам взрослый. Никто не мерил. Приезжают 108-109. Ну а потом перестройка тут съехала вниз. С 1972 года. Если бы не было никакого уста, у нас устав написано. Подъем. А ребенок не слушается. Может их взять с собой жуков собирать на картошку? Можно взять с собой жуков собирать. Но она еще это научится. Жуками кидаться она будет. Их сжевать будет, я не знаю. Она вчера червяк достала. Давай его есть. Ну понятно. Это явно дело, что где-то что-то не то. Не срабатывает. Я считаю, чаще ее надо ставить на место. Вам понятно, что я говорю? Другого не будет. Если ты учишься хорошо, тебя в пример поставят. У тебя будут знания. А это никакой. Она как мать разведенка будет. Это как бабка разведенка. Она не может быть другой. Вытащить из этого болота нам дается возможность. Лук рядом. Вообще не знают. Они оба не знают. Горох будет расти. Она тянет горох. Она отрывает стебель переламную. Значит нужно где стебелек держать? Отщепнуть его в карман. Это ребенок. Как вам не надоедает это? Мне. Он зануда старик. Я зануда. И мне не надоедает. А почему? Мы ответственны перед Богом. Ребенок уже родился. Им надо заниматься. У нас маленько что-то не так. Ребенок. Его уже куда? А куда он не учится? В Германии. Это я уже знаю. Там был мне раз. Ребенок явно с недостатками. Он так рост развивает. Что у нас будет? Самое большее около 40 посадить просить. Больше никуда. Его там учат. Кого учить-то, когда он олигофрен? Дебил настоящий. Учат. И он приходит. А ему уже лет, наверное, 16. Приходит радостный. А что его научили? Обои клеить. И там к старикам какие-то прислали. Да они его угостили. Да Ганс, какой ты хороший. Ганс хороший. Это обо мне они сказали. Он пришел ему. Что-то дали ему, может, какую-то там. Копейку какую-то. Но главное, что он сделал. Там где-то маленькая косовато. Ребенок первый раз. Но теперь он уже парень. И он работает на крест. Лучше его вызывают. Он зарабатывает. У нас не будут этим заниматься. У нас там Ванюшка была. Олюшка около храма. Оба блаженные. Оба путь, посчитаемые народом. И отдельно к Ванюшке. Ваня. А он лежит парализованный, как в гробу, в каталке. И поднимает народ. Их туда не молятся, но в разных местах. Рядом никогда их не видел. Ванюшка спрашивает, как Оля? К Оле ходить нельзя. Она глупая и все лжет. Спрашивает Олю. А как к Ване может ходить? Кто к нему ходит? Живьем вниз головой в ад летят. Какой дух в обоих говорит. И оба парализованные. И языки шевелятся. И друг друга они уже несовместимые. А у Вани было что-то поучиться? Не знаю. Я только видел. И с Олюшкой вокруг них толпа почитателей. Подойти невозможно где-то. Ну как люди привыкли православно. Искать старцев и прочее. Пойдешь с нами работать. Сейчас сели за стол. Не крутись. И сразу видишь, не доели? Вместе вылазим. В обед будешь есть то, что не доедено. Вопросы? Вопросов нет. Все понятно. Так. Дальше. Понятно. Это с вами разговор. Вы уходите не до календы, где вы есть. Я кричу и иду, ищу. Сергей, Сергей, я нигде не захожу. Он в комнату зашел. И там что-то там готовится. Надо в дорогу себе сказать. Моя мать и отец Тихон Дмитриевич, она мать Мария Егоровна. А они имели двенадцать детей, они нас не учили. Они говорили иногда. Мы видели, что они делают. И это подражали. Подражали так, что как будто бы я отец. И мать и мать отцу ровно через дорогу перейти вон туда, где Люба живет. Мария, я к Семену пошел. Семен Сиськов. А мать копается. Печки там, вытаскивает чугуны. Столько ребятишек где-то. Отец до двери дошел, мать ничего не ответила. Он опять, Мария, я к Семену пошел. А мать копается. Он не идет, и говорит, Мария, я к Семену пошел. Да иди ты, иди, уже пять раз сказал. Ну тут чугун тут кипит, и тут другое. Нас так не учили. Чтобы тебя никогда не ждали. Если за нами заехали, а мы куда-то в район собрались ехать, и тут нужно взять тулупула. А я зашел, и в Донго ищу. Ну Донго это означает, мне секунд пятнадцать-то. А я сказал, у тебя там ушли, кнопулись и мерзнут. Котушкой. Все, иди без тулупа. Ты заранее должен был приготовить. Чтобы тебя нигде не ждали. Нас так на ущелье, меня нигде никогда никто не ждет. На вокзал по времени. А если остановка? Поэтому я всегда иду на полтора-два часа раньше. Приду по вокзалу, купил билет, жду. А сколько раз опоздались? За всю жизнь ни разу. Сколько раз к вам в карман залезли? Один раз, но я бы раз сразу за руку взял. Во-первых, у меня здесь ничего нету. В дальнем где-то. Поэтому не обваровали ни разу. Я очень осторожный. Шторки всегда надо сначала закрыть. Тогда след за... А такие правила маленькие, но они помогают быть тебе настороже. Мы сейчас пойдем работать. Жуков не есть, не кидаться. Не давить собирать, чтобы они были где-то. А судим на какую и дашь. Не надо еще говорить. Потому что жуки маленькие, вы маленькие, вам как раз это работает. И на глазах. Так, куда бы ни пошел, сразу доложу. У меня надписи. Я на ембалке. На дверь раз, кто пришел, я на ембалке. Я на огороде. Сделай разные надписи. Ты один, никого с ним нету. Пошел, кому-то скажи, чтобы по деревне тебя не искали. А там от родителей взяли. Все у меня. Садимся за стол. Да будет благословен наш стол. Аминь. До встречи. Спасибо. Поехали draw.